12 июля 1943 года здесь, под Прохоровкой, состоялось крупнейшее танковое сражение, переломившее ход войны. В память об этом событии был создан музей-заповедник Прохоровское поле. Попадая на территорию музейного комплекса, сразу же психологически перестраиваешься, потому что внутренне ощущаешь всю мощь и величие подвига русского народа. На сегодняшний день музей-заповедник Прохоровское поле – современный музейный комплекс, который составляет единый архитектурный ансамбль с Петропавловским храмом, музеем бронетанковой техники и новым музеем «Битва за оружие Великой Победы». Я нахожусь рядом со скульптурно-художественной композицией, которая называется «Танковый таран». Это настоящий символ героизма советских воинов. Это Прохоровское сражение в миниатюре, которое в полной мере передает весь накал страстей боя. Ежегодно на территории музея-заповедника Прохоровское поле появляются новые экскурсионные объекты. В этом году здесь завершилась масштабная стройка и формирование экспозиции нового ультрасовременного музея, который называется «Битва за оружие Великой Победы». Все для фронта, все для победы. Сегодня мы ответим на вопрос, почему обязательно нужно побывать в этом музее. Оксана Сергеевна, расскажите, пожалуйста, кому принадлежит идея создания такого интересного, необычного музея? Идея создания музея принадлежит председателю попечительского совета Николаю Ивановичу Рыжкову. И с момента того, как была высказана эта идея до создания музея, прошло два года. В 2017 году эту идею одобрил президент Российской Федерации. И вот, собственно говоря, сегодня мы уже видите вот этот замечательный комплекс, который посвящен труженикам тыла. Причем этот музей рассказывает о тружениках тыла в масштабах всей страны. И если раньше, конечно, существовали такие музеи, это были и небольшие музеи, которые располагались на промышленных предприятиях. Это были закрытые музеи, и не каждый мог попасть на эту территорию. Сейчас мы с вами проходим галерею портретов. Здесь перед нами ученые, директора заводов, работники промышленных предприятий, конструкторы. Это обычные простые люди, которым, собственно говоря, и посвящен наш музей. Строители свой подвиг совершили практически, да, построив за такие кратчайшие сроки современные, огромное здание музея. Теперь, наверное, дело за сотрудниками музея. Формирование экспозиции сложно вам пришлось, и как она формировалась, расскажите. Ну, прежде чем создать экспозицию, наверное, нужно собрать материалы, собственно говоря, которые будут представлены в экспозиции. И вот с этой целью, с целью сбора экспонатов, уникальных экспонатов, мы отправились на заводы. Тема была для нас новая, и для того, чтобы правильно ее показать, необходимо было погрузиться в заводскую атмосферу. Вот за этот период времени нам удалось посетить 32 промышленных предприятия. Да, на самом деле это очень много. И на каждом заводе, приезжая на завод, мы пополняли свои фонды уникальными предметами, уникальными экспонатами. Это были и фотографии, это были и документы тех людей, которые работали на заводе. Всего за этот период времени мы собрали 2500 предметов, которые представлены сегодня в нашей экспозиции. А география заводов, которые мы посетили, она разнообразна. Это Москва, это Урал, это Кузбасс, это города Казань, Санкт-Петербург и многие-многие другие города. Как вы встречали вас? С удовольствием отдавали вам экспонаты, которые сохранены были столько времени? Или приходилось уговаривать? Вы знаете, вот с первой поездки стало понятно, что все настроены положительно. Все за то, чтобы построить такой один общий музей. И все говорили, наконец-то. Наконец-то этот музей будет построен и будет отдана почесть тем людям, которые трудились в годы войны. И наконец о них вспомнят и расскажут о них. Оксана Сергеевна, давайте пройдемся, посмотрим, что же здесь такого уникального, интересного в вашем новом современном музее. Экспозиция музея построена как последовательная смена сценографии. И первый зал, в котором мы с вами сейчас находимся, это зал предчувствия войны. Довоенное время, да? Это довоенное время, да. Мы начинаем с того, что в мирное весна 1941 года люди жили и не знали о том, что впереди вот такое тяжелое время, впереди война. Это время больших свершений, это время строительства промышленных предприятий. Ведь за годы первых трех-пятилеток было построено 9 тысяч промышленных предприятий, а в неполные годы последние пятилетки было построено 3 тысяч промышленных предприятий. Именно в это время начинают строиться заводы Дублеры на восточных районах страны. В это время экономика СССР развивается, стремительно развивается. По объему промышленного производства СССР на 1941 год лидировал с ведущими странами мира. И вот эта наша московская предвоенная улочка, по которой я приглашаю вас прогуляться, рассказывает как раз о достижении советского народа, о достижении советского государства, об его успехах в экономике. Мы с вами можем прогуляться вдоль витрин магазин, заглянуть в магазин, который расскажет нам о достижениях пищевой и легкой промышленности. Приглашаю вас посмотреть фильм в летнем кинотеатре. Здесь демонстрируются те фильмы, которые были особенно популярны в начале 40-х годов. На самом деле в этот период кинематограф набирает свою популярность, он активно развивается. Открываются 10 киностудий художественных фильмов, 10 киностудий документальных фильмов. И вот здесь представлены те самые фильмы, которые до военное время были особенно популярны, которые показывали в каждом кинотеатре. С одной стороны у нас с вами созидательная жизнь и строительство, а с другой стороны у нас уже и Германия. Но они не знали, что впереди Великая Отечественная война, но события, которые разворачиваются вблизи границы Советского Союза, они несли в себе угрозу и предчувствие войны стало осязаемым. То есть чувствовалось это, что-то происходило в мире. То, что-то происходило в мире, конечно, безусловно. Весной 1941 года люди жили своей жизнью веселой, насыщенной, разнообразной, не знали, что впереди будет война. Но события, которые разворачивались вблизи границы Советского Союза, они несли в себе угрозу и предчувствие войны для советских граждан стало осязаемым. А в это время, в 1941 году, Германия и ее союзники полностью господствовали на европейском континенте. Здесь мы говорим о том, что Германия основательно готовилась для того, чтобы нанести удар по территории Советского Союза. У меня дают мурашки. Просто от этих слов действительно вызывает интерес именно вот эта экспозиция. Что это? Почему посередине зала такая громадная экспозиция? Для создания монументального образа войны было принято такое художественное решение показать вот этот самый нож войны, который разделил Советский Союз, наше государство на две части. Прошел по хребту Уральских гор, отделил мирную жизнь и жизнь та, которая будет потом, после, в эвакуации. 24 метра, нож войны. На основании этого ножа мы с вами видим цифры 2206F. А на немецких ножах всегда наносилась гравировка, которая означала завод, на котором он выпускался. Но в данном случае эти цифры означают день начала войны. Я приглашаю вас в следующий зал, который вот как раз и расскажет нам о начале войны. Музей погружает нас в атмосферу того времени. Сейчас мы идем прямо, кажется, по настоящей улице Московской, правильно? Мы идем по Московской улице 22 июня 1941 года. Это время начала войны, это бомбежка. Если мы с вами прошли одну часть улицы, которая была мирного строительства, она была еще не разрушена, то сейчас мы идем по зоне бомбежки. 22 июня 1941 года немцы бомбили Советский Союз, территорию нашего государства от Баренца до Черного моря. В первые часы войны бомбежке подверглись 66 аэродромов Советского Союза. И в 4.30 утра в Кремле уже было создано заседание, на котором выступил Сталин. Ну а спустя час после начала бомбежки Германия объявила войну. Мы были не готовы морально, но мощь, которую мы показали, мы копили ее, мы собирали ее. Мы понимали, что наше государство нужно оборонять и защищать. 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации, который руководил эвакуацией промышленных предприятий на Восток не только оборудованием заводов, но и людей, которые сопровождали это оборудование, размещались на новом месте и уже работали, давая фронт необходимую продукцию. А уже 30 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны, который возглавил Иосиф Сарионович Сталин. Решения, которые принимались на заседаниях этого комитета, были обязательны для выполнения всех граждан, всех организаций, находящихся на территории Советского Союза. Мы сейчас с вами как раз в зоне, где мы говорим о заседании комитета ГГО и снимая трубку с телефона, мы с вами можем побывать на этом заседании. Мы слышим диалог членов Совета, исходя из того, кто там разговаривает, подсвечиваются портреты на стене. В таких вагонах эвакуировались граждане, наши работающие предприятия и просто жители оккупированных районов. В период эвакуации основная нагрузка легла на железнодорожный транспорт. И вот за весь период было эвакуировано 10 миллионов человек. Для этого использовалось полтора миллиона вагонов. И мы с вами сейчас как раз в одном из таких вагонов, который расскажет нам об эвакуации. На экранах вы сможете увидеть реальные истории людей, которые как раз испытали на себе это. Они рассказывают свои истории, что произошло с ними в пути. Именно в тот период, когда началась война, и когда тебя оторвали от той жизни, которая была вообще неизвестно, что впереди. Неизвестно, что у тебя впереди. Иногда вот сам путь от одного места до места размещения занимал до 27 дней. И наши эвакуируемые стойка переносили время в пути. В реальных масштабах показано? Да, вагон показан в реальных масштабах. Но дело в том, что он немножечко, знаете, бутафорский. Почему бутафорский? Потому что здесь мы соединили вагоны второго класса и грузовые вагоны. В настоящем таких вагонах не существовало. Но мы соединили, да. Мы соединили для того, чтобы показать, как это могло быть. Если тебе повезло, ты попадал в пассажирский вагон. Если тебе не повезло, ты ездил, ты ехал вместе с оборудованием в грузовом отсеке. Наверное, у многих наших посетителей вызовет вопрос и удивление, почему здесь, в товарном отсеке вагона, находится коза. Да, все очень просто. Мелкие рогатые скот брали с собой в эвакуацию для того, чтобы молоком прокормить малолетних детей, которые тоже были вместе со взрослыми в пути и испытывали эти трудности. Часто люди, когда отправлялись в путь, не знали, куда они приедут. Открывались двери вагона, и ты выходил на пустое место. Перед тобой было только поле, только пространство. Впереди будут долгие годы изнурительного тяжелого труда, налаживание отношений с местными жителями. Но и мы с вами сейчас проходим зону, которая рассказывает нам о вкладе тружеников сельского хозяйства в дело общей победы. Братите внимание на настоящий чернозем, который воссоздали художники. Приглашаю вас попробовать пройти по нашему чернозему. Центральное место здесь занимает комплекс, который рассказывает о работе тружеников в поле. Выезжая в поле, с утра до вечера проводили время за уборкой и сбором урожая. Здесь же воспитывали малолетних детей, люлька для самых маленьких детей, чтобы не отрываясь от работы, была возможность покормить их прямо в поле. Несколько комплексов, рассказывающих о тяжелом, трудном жизненном пути сельского хозяйства именно в период Великой Отечественной войны. Хочу обратить ваше внимание на вот этот небольшой уголок, уголок, казалось бы, таких несовместимых вещей, да, таких красивых, нарядных, рядом вот с этими обычными простыми рубахами, обычными простыми усирками. Почему здесь появился этот уголок? Ну, это мы говорим о том, что это воспоминания, это воспоминания городских жителей, которые не взялись с собой, которые не привезли с собой о той прошлой жизни, которая осталась, к сожалению, уже позади. Очень даже от этих вещей чувствуется атмосфера, ведь кто-то же держал их в руках, и каждая этой вещь и своя история. Конечно, каждая этой вещь и своя история. Сегодня у нас, благодаря тому, что создан новый музей, уникальный музей, у нас есть возможность не только увидеться, но даже реально прочувствовать. Ну, а мы рады поделиться с вами этими историями. Есть комплекс, который посвящен трудодню, это овеществленный трудодень, ведь в СССР была установлена норма оплаты труда, такая как трудодень. И выполняя ее, а выполнять трудодень можно было не один день, а долго выполнять те нормы, которые были у тебя установлены, человек получал вот такое. Это оплата была за трудодень? Да, это оплата одного труда дня. Это было большим вознаграждением, но дети всегда хотели кушать, да, и необходимо было трудиться и трудиться, чтобы прокормить своих малолетних детей. Ведь женщина зачастую оставалась одна. Сложное было время, конечно, но, может, благодаря вот этому, вот этой накалу и победил наш народ, потому что надо было выстоять, надо было все преодолеть. Советский народ, да, он всегда славился сплоченностью. И вот когда началась война, ведь все встали под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Ведь все работали под этим лозунгом, в том числе и вот наши жители на сельском подействии. Наш музей современный. В создании экспозиции использовали самые современные мультимедийные технологии. В данном случае хочу обратить на ваше внимание на это видеоизображение. Вот мы сейчас видим, как рабочие работают за станком. Причем работают именно за тем станком, который установлен в экспозиции. Перед открытием музея специально создавали видеоконтент. И создавали вот такую ситуацию, моделировали ситуацию, как будто рабочие работают именно за нашим станком. Станок, и на него сразу же проекция. А почему идет снег? Что хотел показать автор? Знаете, вообще история, которую мы здесь хотим рассказать, это история о том, как размещались эвакуированные предприятия. Ведь зачастую можно было наблюдать такую картину, когда приезжал эшелон с оборудованием. И прямо в лесу, на открытом месте, сгружались станки на подготовленные основания. И сразу начинали работать. А уже потом вокруг возводились стены предприятия. Так было и с нашим воронежским заводом номер 18, который занимался выпуском самолетов Ил-2. Практически эшелон подошел, выгрузили станки, и мы как будто в лесу. И мы зашли в этот зимний лес. Обратите внимание, после деревьев прокинута у нас электросети, то есть лампы направленные на станки. И сразу рабочие приступили к своей работе. То есть вот здесь мы раскрываем эту историю, мы рассказываем об этом. В экспозиции музея вы сможете увидеть четыре динамических терминала. И перемещая их вдоль витрины, наводя на определенный предмет, мы с вами можем узнать подробности о материалах, которые использовались в строительстве самолета. В данном случае вот бронекорпус перед нами. Мы сможем узнать полную информацию о том, где он применялся, как применялся, когда впервые был применен, где был разработан. Мы с вами в конструкторском бюро, ведь большую роль в создании техники Победы сыграли конструкторы. Благодаря их мысли, благодаря их идеям появилась новейшая техника, которая успешно сражалась на фронтах войны. И вот в экспозиции нашего музея можно увидеть уникальные чертежи, которые подписаны конструктором Кошкиным, Кучеренко, создателем танка Т-34, с личной подписью этих конструкторов, своей рукой. А также чертежи, которые подписаны Котиным, создателем танка КВ. В экспозиции личные вещи конструкторов, разработчиков. Вот из этих предметов хочется обратить внимание на награды Александра Сергеевича Яковлева. Эту награду передал нам в музей его сын. Краги принадлежали жене Александра Сергеевича Екатерине Медниковой. Она также была летчицей, испытателем, установила мировые рекорды по дальности и высоте полета. Ну и вот в этих крагах летала вся семья Яковлева. И сын, и отец, да. Мирикальные вещи. Главное в музее – это предмет. А если это мемориальный предмет, который принадлежал вот такому великому человеку, можно сказать, да, конечно, ему нет цены. И все наши посетители смогут с ними познакомиться. Итак, мы с вами на первом этаже. И здесь у нас раскрывается тема добычи полезных ископаемых. Ведь перед войной геологи создали такую мощную базу. Мощную базу по раскрытию месторождений, которая позволила нам в годы Великой Отечественной войны, несмотря на большую оккупацию территории Советского Союза, на новом месте наладить добычу полезных ископаемых. Собственно говоря, и обеспечили производство новых видов стали, оружия и всего того, что было необходимо фронту. И если вы обратили внимание, то перед вами представлен вот такой рудник. И здесь рассказывается о добыче руды. Через всю нашу экспозицию вы, наверное, увидели, что проходит тема животных. И здесь снова животные перед нами. Это лошадь, которая работала в шахте, которая возила руду. Труд лошади стали использовать в второй половине 19 века. И в годы Великой Отечественной войны это было стратегически важно. И если лошадь во время работы наносила себе какое-то увечье, либо болела, то коногонщик, который следил за ней, должен был за это заплатить из своей заработной платы определенную сумму для того, чтобы ее вылечить. Вообще лошадь – это уникальная история, лошадь в шахте. Ведь ее спускали туда один раз. Один раз в жизни. И там под землей для нее была устроена конюшня. И работая под землей, она становилась совершенно слепой. Но у нее обострялся слух. И по характерному щелчку вагонеток, которые цеплялись к ней, она могла определить, сколько вагонеток к ней прицепили. Если их было больше восьми, она бы не тронулась с места. Обратили внимание, наверное, что собаку у нас есть. Собака – это тоже такая отдельная история на фронте. В нам случится собака-лялька. На трудовом фронте имеется в виду собака-лялька. Когда она щенком, ее еще шахтеры спустили в забой, каждый день она приходила для того, чтобы спуститься с ними в забой. А не пропустила ни одной смены. Ну, у нее были свои задачи под землей. Она охраняла тормозки шахтеров. Она ловила крыс. И вот своим поведением она давала понять, да, если все хорошо, то, значит, в забой все спокойно, можно не волноваться. Если собака начинала волноваться и беспокойно себя вести, то необходимо было, конечно, таким забой. Несмотря на то, что 12-часовой рабочий день люди находили в себе силы любить, развлекаться, заниматься в каких-то музыкальных кружках. И вот здесь не случайно у нас создан вот такой красный уголок, комната, которая была в любом предприятии, где собирались люди для того, чтобы просто пообщаться, почитать новости газет, для того, чтобы научиться играть на музыкальных инструментах, просто пообщаться за игрой вот в такие настольные игры. Кстати, нужно сказать, что это шахматы, шашки и лото – это уникальные подлинные предметы периода 40-х годов. Сегодня мы совершили благодаря вам интереснейшую экскурсию. Я думаю, что гулять здесь по музею можно практически целый день. Он интерактивный, он современный. Скажите, где мы сейчас находимся? Сейчас мы с вами в одном из последних залов нашего музея. Это зал славы. Зал славы, он подытоживает историю нашего музея, историю тружеников тыла. Здесь мы говорим о тех людях, которые были удостоены высокого звания Героя социалистического труда. Списки этих людей вот здесь на стене можно увидеть. И здесь мы говорим о том, что более 16 миллионов человек были удостоены наград за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. И здесь же финальным, заключительным этапом является видеоконтент, который мы приглашаем посмотреть всех желающих, тех, кто хочет побывать в нашем музее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова